Тебе говорит, меняйся, а тебе кажется, как меняйся? Ты меня сейчас не принимаешь таким, какой я есть, значит, ты меня не любишь, значит, делаю все наоборот. А если ты с позиции ученика, что ты доверяешь взрослому, и он тебя ведет куда-то... И ценишь его слова, и понимаешь, что он ведет меня к результату. Да, тогда ты понимаешь, ух ты, так ты меня любишь еще сильнее. Так ты меня любишь настолько, что ты мне еще показываешь дорожку, где я обрету счастье. Так же, как я, например, на занятиях по актерскому мастерству, я поправляю тех, у кого получается. Тех, у кого вообще не получается, я вообще их не трогаю, потому что там такой завал, я не хочу его разбирать. Но когда у человека хорошо уже получается, я обязательно выскакиваю на сцену и говорю, о, смотри, можно еще вот тут поправить. То есть мне поправлять хочется только перспективных. Которые на позиции ученика. То есть получается перспективных тебе хочется направлять. Получается, ты себя как ребенка сам не чувствовал перспективным. Пап, можно я... То есть когда мне говорят «меняйся», сейчас ты скажешь, после меня, сейчас я договорюсь, потом ты договорились. Получается, что когда я, когда мне говорят «меняйся», это значит меня ценят и видят во мне перспективы. Именно поэтому взрослый готов тратить на меня энергию. Именно поэтому. Он видит, что во мне есть потенциал. Он еще больше тебя любит, да, тебя ценит и в тебя еще больше верит, что ты способен на лучшее. Что ты хочешь сказать, сынок? Не слушай меня. Хочешь послушать меня? Отлично.